Региональное отделение РГО подводит итоги работы прошлого года и ставит задачи на год нынешний. Уже традиционно для отчета приглашают губернатора Воскресенского. Он возглавляет попечительский совет местного РГО и принимает активное участие в содействии работы общества. Очень важной работой занимается отделение РГО. У нас в Ивановской области прежде всего просветительская работа. Но я знаю, что не только само общество, но и у вас очень активные члены. Например, вчера, не знаю, кто-нибудь был или нет, вчера был очень красивый фестиваль очередной в Холуе. И этот фестиваль вдохновителем его является Печкин Михаил Борисович. Похвастаться есть чем. В 2018 отделение РГО организовали экспедицию «Наследники пути русских адмиралов». В ней приняли участие около 6 тысяч школьников России. Финалисты были на полевых сборах в Крыму и Севастополе. Также совместно с археологической экспедицией «КЛИО» активисты организовали и провели проект «ПЛЁС. Музей под открытым небом». У губернатора общественники ничего не просят. Говорят, поддержки хватает. К нам навстречу идет и фонд президентских грантов, нам навстречу идут и фонды, которые работают на территории области. Это субсидии области, субсидии города. Единственное может быть побольше внимания со стороны прессы, печатных средств массовой информации, чтобы больше рассказывать о нашей деятельности. Почему? Потому что основная наша аудитория – это дети. В этом году региональное отделение РГО запускает очень важный проект «Школа юных добровольцев». Он реализован при поддержке фонда президентских грантов и охватывает около тысячи школьников Ивановской и Костромской областей в возрасте от 9 до 13 лет. Добровольцы будут помогать людям с ОВЗ работать с малышами, с животными, реализовывать экологические проекты и учиться журналистике. Губернатору идея понравилась. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.